Победить Россию нельзя, её возможно только развалить изнутри. Вот, кстати, что вы подумали, когда это услышали? Наверняка вот это высказывание Великого Курмчева, прозвучавшее сегодня на пресс-конференции, уже стало таким неким мемом, во всяком случае, в протестных оппозиционных пабликах, на каких-то там страницах, в каких-то СМИ и так далее. Я пока в интернет не заглядывал, обязательно посмотрю позже, но уверен, что завтра к утру это будет одна из самых популярных фраз. Возможно, даже станет фразой года, но каждый думает, как говорится, в меру своей испорченности или в меру своего развития. Я бы вот так вот сказал, потому что я всё-таки считаю вас, моих зрителей, развитыми личностями, поэтому, я думаю, мы все поняли всё правильно. Реальная журналистика, коротко о главном разбираем сегодня пресс-конференцию народного артиста Российской Федерации. Погнали! Всем известно, да, что в любой непонятной ситуации начинается строить из себя простачка и нести полную пургу, собственно, вот такую вот роль. Сегодня великий корнчий и играл, очевидно, я думаю, и он, и в Кремле, и политтехнологи его прекрасно понимают, что вот то, что происходит в последнее время, особенно последние два года, все эти ужесточения, все эти издевательства над народом, которые мы ошибочно называем антиковидными мерами, народ уже изрядно подбешивает. Даже не подбешивает, а, наверное, уже просто изрядно и очень сильно бесят. Поэтому сегодня, в этот раз, они решили несколько перестроить вообще все мероприятие. То есть, в этот раз Путин не стучал кулаком по столу, не обещал, там, я разберусь, я все... Он изображал из себя действительно такого простачка. Знаете, если провести аналогию армейского замполита, который сидит, смотрит тебе в глаза, и вроде как бы тебя понимает, говорит, да-да-да, дорогой, я на твоей стороне, ты только поделись болью-то, ты расскажи вообще, что у тебя происходит, я так тебя поддерживаю, а сам сидит и записывает. А потом вот эти все записи появляются, всплывают где-то в особом отделе, или того хуже, в правоохранительных структурах. Тем не менее, ну, повторюсь, видимо, они уже понимают, что где-то перегнули палку, и надо было вот как-то отыграть взад. Не уверен, что это надолго, но, по крайней мере, на какое-то время, возможно, народ успокоится. Об этом же говорят, да, и те новости, которые мы читали перед самой пресс-конференцией последние пару дней, но когда нечего, совсем уже нечего обещать, то, по крайней мере, можно каких-то невыполнимых обещаний накидать, но очень интересных. Зрителям буквально сегодня утром, пока ехал на запись, вернее, на просмотр этого замечательного мероприятия пресс-конференции, читал, что отдельным категориям граждан, оказывается, обещают понизить возраст выхода на пенсию. Что Единая Россия где-то пытается и даже добивается снижения тарифов, которые, возможно, в обозримом будущем в ряде регионов снизятся. Вот вы знаете, что буквально там вчера-позавчера стало известно, что в огромном количестве регионов объявили о том, что на период новогодних праздников все ограничения антиковидные будут сниматься. Имеется в виду вход в торговые центры по QR-кодам, имеется в виду посещение кинотеатров, парикмахерских и так далее. Разрешили даже ресторанам, ночным клубам работать в новогоднюю ночь. Вот сейчас там на протяжении месяца до 20-го, по-моему, января вот этой вот системы ограничений не будет. Меня, конечно, этот момент умилил, потому что я сразу задумался, что это за вирус такой. Почему именно в новогодние каникулы он вдруг перестает быть опасным? Потом меня посетила мысль, что это, видимо, какой-то вирус-пьяница, который будет праздновать новогодние праздники. И, видимо, будет вот как раз весь этот месяц в запое, поэтому опасаться особо нечего. А может быть, в Куршавель поедет на лыжах кататься, что тоже может быть. Ну, в общем, такой вот повод задуматься. Ну, а если серьезно, ну, мы же понимаем, что нам кинули, да, очередную косточку. Очень позабавила вот эта вот очередная подачка с барского плеча. Вот дадим по 10 тысяч рублей на ребёнка. И я прям вот вижу уже в соцсетях, как некоторые ура-патриоты сидят там и прям ликуют. Говорят, вот вы всё говорите, что президент у нас плохой. Вот смотрите, он нам по 10 тысяч дал. Дорогие мои, вот я вас спешу расстроить, дорогие мои хорошие. Если говорить вот об этих 10 тысячах, можете пересмотреть мою вчерашнюю программу. Я как раз рассказывал в ней о том, что в начале этой недели, во вторник, тот же самый президент в очередной раз подписал указ о заморозке ваших, моих пенсионных накоплений. То есть, это те деньги, которые мы копили себе на пенсии в течение 11 лет. А это не 10 тысяч. Вот в моём случае это сотни тысяч рублей. Вот эти вот пенсионные накопления. Да и в вашем случае, я думаю, что это тоже может быть не сотни, но сотня-две железобетонно. Ну и сами теперь сравните, да, попу с пальцем. То есть, грубо говоря, человек у вас к сотню тысяч рублей забрал, а 10 вам дал. И вы этому радуетесь, как ребёнок. Ну, я не знаю, стоит ли радоваться. Вообще вся пресс-конференция, она была какая-то, ну, как мне кажется, ориентирована как раз вот на этих не особо умных, не особо думающих граждан. В своё время кто-то очень умный сказал, не помню сейчас кто, и даже помнил раньше, сейчас не помню, что Путин опирается на самую безмозглую часть населения. Вот он не решил сыграть опять эту игру. И, собственно, вся сегодняшняя пресс-конференция, она была и ориентирована на вот эту безмозглую часть населения, потому что никакой конкретики, а одни сплошные какие-то бредни, глупости и так далее. Ну, к примеру, там вопросы экономики человек освещал, начал опять сыпать какими-то цифрами. Да у нас там рывок, да у нас здесь прорыв, да наш ВВП увеличился. Слушайте, нормальный думающий человек, он сразу задаст вопрос, подождите, за счёт чего он увеличился? Мы два года в условиях пандемии живём, мы два года в условиях кризиса экономического живём. Не только мы, но и весь мир у нас вдруг увеличивается каким-то образом ВВП, при этом инфляция растёт, да? Но, в принципе, такие люди мало об этом задумываются. Когда там задали вопрос про бюджет, да, у нас социальный бюджет. Вы обратите внимание, вот же, вот, посмотрите, мы там на здравоохранение на полтора триллиона рублей больше выделили. В этом, да и в будущем году, то есть, в этом году у нас было 4 триллиона рублей, кто не понимает, это 20%. Говорят, это рекордные деньги. А в следующем году мы ещё полтора триллиона сверху заложили, и опять лопотники сидят, хлопают, аплодируют, хотя мы все прекрасно понимаем, да, куда и на что эти деньги пойдут. Да, конечно, на создание, разработку вот этих вот пяти вакцин, я не знаю, зачем пять вакцин в нашей стране изобрели, изобрели, ну, видимо, для тех целей, чтобы как раз вкладывать эти деньги в так называемое здравоохранение. Скворцова вот сегодня с утра как раз заявила о том, что она, наконец, пролоббировала регистрацию своего так называемого лекарства МИР-19, и сейчас оно уже выходит на этап тестирования. То есть вот куда закладывается, вот в какое здравоохранение эти триллионы пойдут. Поэтому не развешивайте уши и не радуйтесь, что это пойдёт на строительство больниц, на ваше лечение. Нет, это всё пойдёт туда. Туда все вопросы, там все ответы. Кстати, по поводу вакцинации прозвучал вопрос, на который я так и не услышал ответа. Об этом же много говорят. О введении штрафов для тех, кто не хочет вакцинироваться, о введении даже уголовной ответственности для так называемых автовак, антиваксерах. И вот какой-то валенок вставал, задавал этот вопрос. Но, повторюсь, Великий Кормович выбрал сегодня такую тактику. Типа, я не такая, я жду трамвая. Ничего конкретного по этому поводу не сказал. К слову, ещё немного о вакцинации. Ребята, там же самый-то прикол был в чём, что враньё началось ещё до того, как Путин вообще появился в зале. Там перед самым началом вот этой вот пресс-конференции примерно получасовая подводка была в исполнении корреспондентов Первого канала. Именно они сегодня, Первый канал, ввели трансляцию этого мероприятия из Манежа для тех, кто не понимает. То есть, один какой-то канал транслирует, а остальные просто берут уже готовое видео и дают в эфир. Трансляцию ввёл Первый канал, там пока шла эта получасовая подводка, несколько раз эти корреспонденты, то ли по козлоукости по своей, то ли ещё по какой-то причине оговорили, что все, кто пришли в Манеж, вот на это вот мероприятие, сдали по три ПЦР-теста. Три ПЦР-теста, друзья! И у меня тут же возникли вопросы, я сразу подумал, господи, подождите. А не вы ли, дорогие мои, хорошие, рассказывайте. Вот о необходимости вакцинироваться, о том, что нам очень нужно вакцинироваться. Это что получается? Вы все не вакцинированы, что ли? Почему вы эти ПЦР-тесты сдавали? Почему вас не пустили по QR-кодам? Это первый момент. И, значит, второй момент. Тоже возникает вопрос, допустим, они всё-таки привиты, но я тогда тоже не понимаю, почему ПЦР-тесты, ведь не вы ли, дорогие мои, хорошие, рассказывайте нам с упорством идиота, что вакцина господина Гинсбурга – это вот такая вакцина, эффективность 98% защищает буквально от всего, даже от падения метеорита, и, тем не менее, у вас всё равно вынудились сдавать ПЦР-тесты, видимо, не настолько высокая эффективность. Но и под занавес, на что бы ещё обратил внимание, 507 человек. 507 средств массовой информации блогеров было аккредитовано на сегодняшнюю пресс-конференцию. Из них иностранных СМИ там было, ну, в районе десятка. То есть, 500 российских СМИ и блогеров, а претендовали 3000. Вот и представьте себе, какое количество дармоедов, а всех этих дармоедов содержите, между прочим, вы. Вот и представьте себе, какое количество дармоедов вы содержите. Ну, в общем, ничего особо не потеряли, если не включили сегодня телевизор с 12 там до... Не знаю, во сколько она закончилась, до конца не досидел. Основное я вам рассказывал. Всё. Реальная журналистика. Коротко о главном. Спасибо, что вы слушали. Пока-пока. СМИ. 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 Редактор субтитров А.Семкин